Жизнь штука непредсказуемая, но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает. И на любой вопрос можно найти ответ. Здравствуйте, это программа Жили-были. Сегодня расскажем, как защититься от контрафакта и в каком доме культуры наконец-то заменят кровлю. Сотни тонн уничтоженных санкционки и контрафакта. От запрещенных и некачественных товаров защищает россиян таможенная служба. Как сделать защиту еще лучше, обсудили на всероссийском семинаре в Азове. Как не попасться на удочку производителей контрафакта, расскажем прямо сейчас. Эти куклы – мечта девочек. На первый взгляд оригинал. Но документов нет, сертификации тоже. Контрафакт. Материал неизвестен. Возможно, игрушка опасна для ребенка. Детские руки – эта партия точно не попадет, как и эти персонажи мультфильмов. Подделки – весомая часть возимых в страну товаров. Это товары народного потребления. Абсолютно самые разные. Одежда, обувь, игрушки, косметика, кожгалантерея в большом количестве. На сегодняшний день таможенными органами выявлено и уже судебными органами признано контрафактными более 2,5 миллионов единиц контрафактной продукции. Конечно, чаще подделывают известные бренды, вожделенные товарные знаки. Наносятся на вещи уже продавцом, а не производителем. Подозрительный товар отправляется в лабораторию, где эксперты определяют его подлинность. Проверяют цвет букв и их размер, шрифт, местоположение, размер самой вещи, наличие мелких деталей и их количество. Если изучить вопрос, то отличить подделку от оригинала сможет каждый из нас. Все товарные знаки зарегистрированы в соответствующих реестрах. Именно там указаны детали, размеры, цвет и так далее. Один из таких списков можно найти на официальном портале таможни. Заходим на сайт «Ведомства», выбираем вкладку «Участникам В». Здесь кликаем на «Реестры». Нас интересует реестр объектов интеллектуальной собственности. Здесь можно посмотреть, какие товары могут выпускаться под определенным брендом. Например, во время Олимпиады в Сочи очень часто на улицах можно было встретить кроссовки с символикой Сочи-2014. Но в списке товаров, которые могли бы выпускаться под этим брендом, их просто нет. Это означает стопроцентную подделку. Также в реестре можно посмотреть всех доверенных лиц правообладателя. Еще один способ отличить подделку – проверить символику на бренде. Если она искажена, например, изменили одну букву в названии или добавили лишнюю деталь – 100% контрафакт. Осложняют работу таможенникам и хитрые продавцы. На изображение бренда они наклеивают легкоудаляемые части. Сразу и не поймешь, что это подделка. Донские таможенники в этом году выявили больше 40 тысяч единиц контрафакта. Но большая часть фальсификата попадает в Россию все же со стороны китайской границы. Поэтому с Поднебесной – особое сотрудничество. Самый заметный результат во время чемпионата мира по футболу. Впервые, это оценка всего мирового сообщества, таможенными органами было выявлено более 500 тысяч единиц контрафактной продукции с символикой ФИФА. И поверьте мне, наши коллеги из Южного таможенного управления составляют значимую часть вот этих выявлений. Информацию о подделках таможенники передавали китайским коллегам, те уже работали с производствами контрафакта напрямую. Сейчас уделяют особое внимание и интернет-посыл, проверяют и не пускают на территорию России подозрительный товар. Купить одежду, бытовую технику или еще что-нибудь напрямую от производителя в Китае сейчас не составляет труда. Заходишь в специальное приложение, выбираешь и через несколько недель товар в несколько раз дешевле приезжает к тебе домой. Но если вы целенаправленно заказываете подделку, есть большой шанс, что таможня просто не пропустит посылку. И делают это для вашей безопасности. Недобросовестные производители не только нарушают закон, но и зачастую делают некачественный товар из плохих материалов. А вот это уже другой тип товара, тоже запрещенный. Эти сыры пытались провести в нашу страну, но они в санкционном списке. Только за 2019-й Южное таможенное управление изъяло и уничтожило больше 50 тонн запрещенных товаров, мясные и колбасные изделия, орехи и многое другое. Большинство товаров со стороны Украины. За время действия так называемого антисанкционного режима нашими мобильными группами возвращено либо уничтожено порядка 200 тысяч тонн таких товаров. Вот по всем границам. Конечно, в первую очередь мы внимание уделяем границам там, где нет таможенных органов. То есть это границы нашего союза с Республикой Беларусь и с Республикой Казахстан. Чтобы перекрыть ввоз запрещенных товаров российские таможенники используют современные методы. Мы, конечно же, настроены на то, чтобы реализовывать более современные методы отслеживания. Это и использование систем Платон и системы так называемых умных пломб, которые нам должны предоставить в ближайшее время с тем, чтобы мы могли по этим умным пломбам контролировать движение транзитных грузов через Российскую Федерацию. На Всероссийском семинаре обсуждают, как полностью автоматизировать процесс, чтобы потенциально опасные товары не пересекали российскую границу. Но таможенники напоминают, покупателям тоже нужно быть на чеку. Если контрафакт все же попадает на прилавки, не поощряйте рублем сомнительных производителей, тщательно следите за тем, что покупаете. Проверяйте товар в реестрах и смотрите на его качество. Не дайте себя обмануть. Отобрать часть общей земли и распоряжаться ей как угодно. Так поступил ростовчанин, владелец дома рядом с рекой Темирник. Он решил расширить владение незаконным способом, просто установил забор. Но правосудие все же настигло нарушителя. Правда, спустя несколько лет. Не проехать, не пройти. Жильцы этих кварталов были лишены неспешной прогулки вдоль реки Темирник больше трех лет. Здесь стоял забор. Так владелец дома захватил кусок береговой зоны. К тому же строение мешало людям срезать путь на работу, ездить на велосипедах и просто гулять. Очень узкий. Вот если вы посмотрите, вот этот столб, очень узенький проход был. То есть очень тяжело пройти, не говоря уже там, ну, не с коляской. Действий в принудительном порядке. И, соответственно, это забор был демонтирован, как это и предписывало решение суда. Проход свободен уже несколько недель, но людей на тропинке встречается немного. Еще не привыкли, что теперь можно идти домой напрямую. А на соседнем берегу недавно выросло подобное препятствие. Еще одни собственники решили захватить кусок берега в свое владение. Заниматься музыкой и танцами приходится под текущей крышей. Районному Дому культуры в Кулешовке срочно требуется капремонт. На проблему обратили внимание еще в июле активисты ОНФ и обратились к губернатору за помощью. Запрос одобрен и теперь руководство ДК готовится к долгожданному обновлению. Это необычное здание – главная точка культурного притяжения в Азовском районе. В Кулешовском ДК занимаются полторы тысячи талантливых детей. Многие лауреаты престижных конкурсов, но ковать победы иногда приходится под дождем. И так было всегда. В 95-м Дом культуры сдавали с массой недоделок. Строивший его комбинат питания практически разорился. Как итог, на крыше нет четвертого контрольного слоя. Вот оцинковка, оцинковка есть, но здесь не хватит. Елена Староверова сначала строила это здание, потом стала директором. Вспоминает, денег не хватало катастрофически, строили из последних сил. Полноценного ремонта добивалось десятилетиями. Мы не один раз делали латочный ремонт, но последний раз, когда эксперты приезжали, мне однозначно сказали, Елена Николаевна, здесь все нужно снимать, потому что плиты перекрытий полые, туда поступает вода, она постоянно там собирается. Есть еще одна причина, почему самостоятельно починить кровлю практически невозможно. Заменить придется шесть уровней крыши. Необычная планировка Дома культуры усложняет ремонт. Вот здесь внутри сцена, похожая на театральную, это она так возвышается. Немножко дальше, на уровень ниже, находится зрительный зал. А подо мной еще несколько уровней потолка. Все это придется перекладывать и заново строить. Ремонту домов культуры в области сейчас повышенное внимание. Несколько лет успешно работает программа «Сельский ДК». Здание чинят за счет бюджета. Но этот случай выдающийся. ДК хоть и в селе, но имеет статус районного, поэтому в программу не попадает. Активисты ОНФ и выявили еще три таких здания по области. И на встречу с губернатором попросили о материальной помощи. Помощь будет. Для начала на проектно-сметную документацию пойдет 9 миллионов рублей. Но поезды – это только первый шаг. Необходимо еще финансирование на проведение собственного капитального ремонта Азовского районного дома культуры. И мы уверены, что этот ремонт нужно делать безотлагательно. В идеале новую крышу ДК в Кулешовке получит в 2021 году. Ремонт ждет и другие дома культуры с аналогичной ситуацией. Необходимо было обратить внимание на дома культуры в Мартыновском районе и в Заветинском районе. Они также с момента постройка, это практически 70-е годы, не ремонтировались. И на сегодняшний день нуждается ремонт кровли, фасадов, требуется замена окон. А пока ждут ремонта, изо всех сил приводят в порядок помещение ДК. Даже протечка крыши не должна влиять на новые победы азовских школьников. Поэтому зрительный зал украсили в новые и удобные кресла. На сегодня это все. И помните, мы очень хотим вам помочь. Звоните по номеру телефона, указанному на экране, рассказывайте о своих сложных жизненных ситуациях. И становитесь героями нашей следующей программы. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok